Как нам известно, большая часть небесного полотна покрыта звездным скоплением, которое было разделено галактическими приливами и теперь представляет собой медленно дрейфующую в пространстве гигантскую реку, состоящую из более чем 4000 звезд. Этот поток удивительно гармоничен, в нем нет хаоса, потому как притяжение и гравитация прекрасно делают свое дело. Именно поэтому нам так интересно, откуда же появились огромных размеров пробоины в его целостности. Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте узнаем, что представляет из себя звездный поток Млечного Пути, называемым GD-1. Что делает этот звездный поток таким интересным для астрономов, так это его близость к Земле. Он находится от нас всего в 326 световых годах, что создает прекрасную возможность изучить динамику разрушающегося звездного кластера. Астрономы долго смотрели на и сквозь него, но осознание того, что это не просто раздельные звезды, а остатки огромных скоплений, пришло лишь недавно. Конечно, звезды склонны к образованию скоплений, однако в этом состоянии они не остаются надолго. Среднее скопление живет всего несколько сотен тысяч лет. Чтобы удерживать звезды вместе, нужна огромная масса, создающая достаточное гравитационное притяжение. Даже маленькие галактики, вращающиеся вокруг Млечного Пути, могут быть разорваны на части его притяжения. Именно из-за таких деформации спирали и превращаются в длинные потоки звезд, вращающиеся вокруг ядра галактики. Увидеть их не так просто, потому что для отслеживания подобных связей необходима определенная информация, которому под силу добыть телескопу Гайя. Кроме того, с его помощью удалось получить точные пространственные координаты каждой звезды. Прибор также позволил рассчитать и скорость движения светил. В результате, соединив разрозненную информацию в единую картину, астрономы наконец увидели, что звезды движутся не хаотично, а в форме единого потока, который все еще носит следы бывшего объединения в скоплении. Эта звездная река достигает 652 световых года в ширину и 1305 световых в длину, что также позволяет оценить и возраст потока. По словам исследователей, поток похож на недавно открытый кластер ГИАД. ГИАДы, возраст которых составляет примерно 625 миллионов лет, также демонстрируют определенные маркеры разрушения, но на начальной стадии, а значит, звездный поток старше этого скопления. Было установлено, что его возраст равен примерно 1 миллиарду лет. Это означает, что он уже завершил 4 полных оборота вокруг Солнечной системы. Один такой оборот длится примерно 230 миллионов лет. Этого как раз достаточно, чтобы бывшее скопление растянулось в длинный поток. Большинство таких звездных потоков, известных на сегодня, расположены за пределами галактического диска и намного больше в размерах. Однако расположение внутри галактики делает этот конкретный поток весьма ценным объектом для исследования и даже полезным инструментом. С его помощью, к примеру, можно изучить пределы распределения звезд внутри Млечного пути по массе. Мы действительно достаточно хорошо рассмотрели звездный поток, чтобы увидеть в нем изъян в виде огромных пробоин. Откуда и что смогло спровоцировать их появление? Постараемся ответить на эти вопросы. Нам уже известно, что плотность звезд в потоке и есть причины в виде двух значительно менее плотных областей или промежутков, которые находятся на уровне 40 и 20 градусов. Для того, чтобы разобраться, почему такая разница, была использована модель, которая показала, каким образом могли бы образовываться эти брешни. Результаты оказались весьма занимательными, потому как колоссальных размеров пробоины, скорее всего, были созданы гравитационным воздействием чрезвычайно массивного объекта массой примерно 70 миллионов солнечных масс. Этот объект должен был приближаться к звездному потоку в какой-то момент за последние 500 миллионов лет на расстоянии примерно до 50 световых лет. Но что это был за объект? Орбитальные реконструкции показывают, что это нарушение потока не могло быть вызвано каким-либо из известных звездных скоплений или карликовых галактик. Даже молекулярное облако с уровнем Млечного Пути не могло стать причиной этих пробелов. Считается, что ни один из известных космических объектов не может являться причиной этих гигантских дыр. Кроме флота Жнецов, разумеется. Но тем не менее, на сегодняшний день существуют две версии. Первая. Возникновение пробелов считает темной материи. Нам известно, что в галактиках и скоплениях галактик присутствует вещество, неразличимое ни в какие телескопы и проявляющее себя только гравитационным воздействием на видимую материю. И подобно ветру, подымающий в воздух песок, раскидывая его в разные стороны, шар темной материи, похожий на плотный и твердый снаряд, пройдя сквозь поток звезд, раскидал их по разные стороны, пробив тем самым немного нашу галактику. Если это так, то возникает вопрос, откуда взялся этот темный комок нарушителя? Ответ неизвестный. Впрочем, существует и вторая версия произошедшего. Согласно новому исследованию, в длинном потоке звезд отверстия смогли оставить черные дыры карликовых галактик. Да, все верно, не сами галактики, а их ядра. Дело в том, что масса таких карликовых галактик составляет несколько десятков миллионов масс Солнца, а их радиус, как правило, не превышает 300 световых лет. И хотя они относительно крошечны, в их центре могут быть хоть и маленькие, но очень злые черные дыры. В процессе слияния постепенно звезды крошечной галактики примкнули к звездному потоку Млечного Пути. Это был медленный и сбалансированный процесс. А что при этом происходит с черной дырой? Неужели она тоже сможет стать союзником? Похоже, что нет. Нам мало, что известно о черных дырах, но то, что они звездные бунтари, нам хорошо известно. В чем это проявляется? Согласно новой теории, гравитация Млечного Пути постепенно перетянет черную дыру карликовой галактики. При условии, конечно, если она присутствует. Но на этом не все. Черная дыра выйдет из своей зоны комфорта. И это повлечет последствия в виде распада. По мере уменьшения массы черной дыры в ходе исчезновения материи, ее температура будет нарастать. А значит, и процесс испарения ускоряться. Когда масса черной дыры уменьшится до 1000 тонн, температура ее излучения невероятно повысится. Процесс испарения превращается в фантастический взрыв. Эти последние тысячи тонн, сосредоточенные в микроскопическом размере, в конце концов, сдетонируют. За одну десятую долю секунды. Выделившаяся энергия эквивалентна взрыву 1 миллиона мегатонных водородных бомб. Вполне такой фантастический фейерверк может проделать дыру в звездном потоке. Или в нашем случае даже две. А после большинство звезд образуют сложную систему орбит, не обладающую в большой степени упорядоченным движением. К примеру, в эллиптических галактиках наблюдаются звезды на неупорядоченных случайным образом ориентированных орбитах, подобно тому, что происходит в звездных потоках Млечного Пути. Как видим, все прошло бы гладко, если бы не саботаж черных дыр. Они, как правило, приводят звездные массы в творческий беспорядок, а затем нашкодив, исчезают без следа. Кто знает, возможно, это и стало причиной колоссальных размеров пробоин в нашей галактике. А может, нечто другое. Пишите, что думаете об этом. Это всегда интересно. Что ж, а нам остается только найти ключи к подобным темным помехам в других звездных потоках Млечного Пути. В любом случае, выявленные проблемы демонстрируют, что в прошлом произошло нечто невообразимое. Кто знает, возможно, нам удастся застать этот процесс снова. Тогда бы это очень сильно бы помогло прояснить структуру темной материи или, возможно, взрывом черных дыр, принадлежащим крошечным галактикам не только в нашей, но и в тысячи других. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok